всем доброго времени суток меня зовут катерина воронцова и сегодня я вам покажу один из важнейших инструментов которые вы можете использовать своей работе это google форма для чего она может быть и с вами использована для сбора различных сведений анкеты заявки проведения различных срезов знаний видит тест например если вы проводите какой-то обучающий проект вы можете придумать еще много разных способов и причин создать google форму все зависит от вашей фантазии в этом видео я покажу как это делается и так для того чтобы создать google форму вам нужно быть авторизованным в своем google аккаунте то есть как минимум иметь свою google почту если вы до сих пор не завели почту gmail.com ссылка на то как это сделать в описании данному видео и так вы заходите в свой google аккаунт и нажимаете на вот этот квадратик google приложения нажимаем google диск и здесь в верхнем левом углу видим кнопочку создать здесь мы можем создать google документы google таблица google презентации нажимаем на еще и видим слово google формы нажимаем google формы и вот открывается как раз эта панель где мы можем с вами сделать эту форму создать ее обозвать как нам необходимо например мы можем создать анкету для регистрации нового консультанта скажем вы не хотите отправлять прямую ссылку на регистрацию в компании хотите как-то вот сделать это по-другому например пишем анкета для регистрации нового покупателя faberlic здесь можно добавить какое-нибудь описание и непосредственно приступать к созданию вопросов первое например нам необходимо фамилии имя я пишу очень коротко вы можете писать это более развернуто так как вам это необходимо так как вы считаете нужным моя цель сегодня показать просто все возможности которые можно вот здесь вот использовать смотрите здесь есть варианты текст до строка когда какой-то короткий текст как раз очень удобно когда необходимо спросить фамилию имя отчество абзац когда необходимо развернутый ответ один из списка это вариант теста да если мы проводим какой-то стресс знаний в рамках обучающего проекта очень удобно несколько из списка когда можно выбрать несколько вариантов из списка тоже для теста раскрывающийся список а здесь я пока не буду говорить потому что тут дата-время сетка флажков это все нам пока не обязательно мы не будем это делать сделаем пока не будем усложнять сделаем все попроще и так анкета для регистрации нового покупателя указали фио выделили да делаем текст да нам удобно будет краткий ответ и например выбираем это делаем это обязательным вопросом да следующее вы можете сделать все вопросы обязательными вы можете делать вопрос обязательными выборочно и в зависимости от того отметили вы данный вопрос обязательным или нет зависит то отправится данная форма это или нет если человек не ответил на обязательный вопрос после того как он нажмет отправить форму форма не отправится она скажет ему ответить на обязательный вопрос. Следующее, что необходимо, например, нам, это дата рождения. Здесь мы выбираем как раз дату, например, да? Здесь он ведет месяц, год. Тоже можно сделать обязательным вопросом, так как это вопрос обязательный для регистрации в компании. Следующее, это, например, так, регион. Вон она, страна. Начнем со страны. Все-таки Фаберлик многонациональный у нас в компании. Страна, регион, населенный пункт проживания. Так, тоже у нас это текст. Следующее, это может быть ваш имейл. Тоже нам достаточно будут строки. Следующее, вот смотрите, нажимаем на плюсик, да, при добавлении вопроса. Следующий вопрос, это, например, ваш номер телефона. Ваш номер телефона. Тоже достаточно будет текста. И дальше вы можете также ввести сюда информацию о том, есть человек в социальных сетях и попросить у него ссылку на социальные сети. Вы можете спросить у него, знает, есть ли у него аккаунт, заведен ли он, заведен ли, привязан. Вы можете спросить, привязан ли его номер к какому-нибудь из мессенджеров, вайбер, ватсап или телеграмм. И также уточнить, какой из номеров телефона конкретно привязан к вайбер, ватсап или телеграмм. Это необходимо для того, чтобы быстро связаться с человеком, если он, например, проживает в другом регионе. Так, вот, например, все, все вопросы, которые мы сделали. Дальше нам необходимо эту форму завершить. По умолчанию, как только человек отправляет форму, автоматически выходит сообщение, ваш ответ записан. Но мы можем с вами поменять. Нажимаем настройки презентация. И здесь вводим текст подтверждения, который вам больше нравится. Например, спасибо, мы свяжемся с вами. Ближайшие 24 часа для уточнения данных. Сохраняем. Следующее, что необходимо знать, это где взять ссылку для того, чтобы отправить ее новому. Чтобы отправить ее в социальные сети, либо куда-то еще, где вы ее размещаете. Для этого нажимаем кнопочку отправить. Здесь нажимаем на такой значок цепочки. И вот это ваша ссылка. Вы можете ее укоротить, нажав на короткий URL. И копируем. Все, ваша ссылка скопирована. Теперь вы можете ею пользоваться и отправлять ее туда, куда вам необходимо. В чаты, в группу ВКонтакте, используя свои социальные страницы и так далее. Указать ее в профиле в Инстаграме. В общем, возможностей очень много. То, как вы будете использовать данную Google форму, зависит только от вашей фантазии. И последнее, что я покажу, это то, что здесь можно менять цвета, можно менять оформление. Здесь можно выбрать какую-то тему. Вечеринка, скажем. Можем выбрать цвета, которые вот здесь даются на выбор. И можно посмотреть, как будет выглядеть ваша форма для человека, который в нее зашел. Вот таким вот образом. Это все. Если данное видео показалось вам полезным, ставьте палец вверх. До новых видео. Пока-пока.